Кухонная утварь, кастрюли, ножи, столовые приборы, бензопила, набор инструментов и даже генератор. Все то, что обычно находится в обиходе каждого человека. Сейчас этот набор товаров находится на проверке у специалистов Государственного комитета судебных экспертиз. И не просто так. Дело в том, что это тот случай, когда цена далеко не соответствует качеству. С начала летнего сезона порядка 10 экспертиз проводятся по материалам, связанных с некачественной недостоверной продукцией и репликами. С наступлением летнего периода в областном экспертном ведомстве увеличилось количество поступлений товароведческих экспертиз по материалам, связанным с приобретением гражданами некачественного товара, а также очень дорогостоящего товара у незнакомых лиц с рук. Так, например, во дворе собственного дома, либо на рабочем месте. На сегодняшний день на исследовании экспертов-товароведов находятся следующие группы товаров. Это электроинструменты, посуда, постельные и другие принадлежности. Чаще всего недобросовестные продавцы предлагают так называемые реплики, либо копии оригинального товара. Но дело в том, что качество этих товаров оставляет желать лучшего. Торговцы пользуются невнимательностью покупателей, умеют убеждать и настаивать. Только после того, как товар был оплачен, а продавец ушел, покупатель осознает, что ему продали некачественный товар. В данной ситуации рассматривается как гражданское правовое отношение. Но хочу предупредить наши граждане, что приобретая товар с рук, они не получают товарный чек. Следственно, они не застрахованы законом о защите прав потребителей. То есть нет здесь гарантийного обслуживания этого оборудования, нет здесь возможности возвратить некачественный товар. Ну и, соответственно, проблематично найти самого продавца. Вместе с тем, если удается их установить, то деятельность таких недобросовестных продавцов попадает под действием административного кодекса. В части незаконной торговли и незаконной предпринимательской деятельности. Но это тот случай, когда человеку самому лучше побеспокоиться о своих сбережениях. Также специалисты советуют прежде, чем потратить свои заработанные ресурсы на товар, особенно если его стоимость высокая, промониторить его рыночную стоимость, посоветоваться с близкими, да и в целом оценить, насколько он вам необходим.